Что у вас ассоциируется с Францией, а с Англией? Через пару секунд в голове всплывают Эфелева башня и Биг Бен. Когда же речь заходит о Германии, вы вряд ли представляете Бриденбургские ворота. Скорее, кружку пива с колбаской. Держит кружку пожилой мужчина с усами, в белой рубашке, шортах с подтяжками и темно-зеленой шляпе с перьями. А в обычной жизни этот мужчина в национальном костюме обязательно очень организован и педантичен, экономен и груб. Студенты шорпа КМГУ подтверждают распространенные стереотипы о немцах в Германии, а мы объясняем, почему многие из них не так актуальны, как кажется. Привет! Скажи, пожалуйста, а что у тебя ассоциируется с Германией и немцами? По-моему, они чуть-чуть грубоватые, потому что у них очень резкий язык, и из-за этого создаётся впечатление, что они всегда такие чуть-чуть свысока смотрят на тебя. У меня о немцах, о немецкой культуре в целом крайне положительное мнение, потому что я считаю, что это очень педантичные и точные люди, которые всё исполняют вовремя, и в каком-то смысле мне близка их философия. Скажи, пожалуйста, что у тебя ассоциируется с Германией и немцами? С немцами у меня ассоциируется педантичность, пунктуальность и строгость, то есть это такие люди в строгих костюмах, которые очень редко улыбаются, всегда следят за временем и за собой, конечно. Рамштайн – очень большая чистоплотность и прям вот аккуратность больше, чем, наверное, в какой-нибудь Прибалтике. Потом это немецкая философия, ну и еда, потому что это еда. Ну, наверное, серая и мрачная погода и пиво. И как ты думаешь, соответствует мне это стереотипам? А как пиво может соответствовать стереотипам? Ну, немцы делают хорошую технику, немцы пунктуальные и немцы немного безэмоциональные. Гёте, Фауст и грубость, возможно. Во-первых, то, что люди там очень серьезные, педантичные. Во-вторых, Октоберфест, когда они перестают быть серьезными и пьют много пива. И, конечно, огромная история, которая есть у этой страны, и то, как история этой страны повлияла на общемировую историю. Баварские сосиски, грубость. Доберманы. Страшный язык вообще. Как вы его учите, не понимаю. В первую очередь, это их вкусные колбаски, также пиво и Октоберфест. Ассоциация – это вкусное пиво, потому что я знаю о нем. Качественная продукция техническая. А ты знала, что самый известный немец Альберт Эйнштейн носил разные носки и мог вообще не прийти навстречу? Нет, я не знала, что Эйнштейн – это вообще немец. Ну, ты видел, как он выглядит, Эйнштейн? Нет, я не знал. А ты знаешь, что самым популярным блюдом является турецкий кебаб, а 10% немецкого населения являются вообще вегетарианцами? Нет, такого я точно не знала. А ты знала, что на самом деле пиво было обнаружено не в Германии, а впервые на территории древнего Ирана в 4 веке до нашей эры? Да. Я интересуюсь историей, поэтому я об этом знаю. А скажи, как ты думаешь, соответствует ли это реальности? Я думаю, что нет, возможно, потому что все-таки зависит от характера человека, но... Да, в Германии вкусное пиво, хотя изобретено оно было не здесь, и пьют его не всегда. Баварские колбаски тоже не входят в ежедневный рацион местных жителей. Немцы ценят свое время и ответственно относятся к работе, но в каждом поколении найдется свой Альберт Эйнштейн, и не один. Надеемся, что нам удалось развить распространенные стереотипы о немцах. Пусть при слове «Германия» вместо колбаски с пивом в голове возникает портрет Гёте или Канца. Субтитры подогнал «Симон»!